Дорогие братья и сестры! 8 октября в Симбирскую митрополию, в наш город, будет принесена Великая Святыня, ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, святыня посетит более 100 городов России. Везде, где она пребывает, совершаются молебны о даровании победы русскому воинству. Вот почему принесение этой святыни называют всероссийским молебном о победе. Имя великомученика Георгия известно во всем христианском мире. Этот святой пользуется особой любовью и почитанием в России. Это мужественный воин, который в начале 4-го столетия бесстрашно исповедовал свою веру перед гонителями христианства и пострадал за Христа. Необыкновенно ярким свидетельством о Боге стало не только его житие, но и бесчисленные случаи помощи этого святого людям, за что ему присвоили именование победоносца. Очень точно и емко об этом говорит тропарь, который поется в день его памяти. Якопленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, православных поборнича, победоносца великомученича Георгия, моли Христа Бога спастись душам нашим. С давних времен святого Георгия особо почитают воины за его заступничество в самых тяжелых ситуациях. Его чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу. Поэтому в наше непростое время Церковь призывает нас к сугубой молитве великомученику Георгию за наше Отечество. Принесение мощей того или иного святого – это очень большая радость для всех христиан. Это настоящая встреча с этим святым, в которой мы получаем духовное укрепление. Совместная горячая молитва у святыни способна внутренне объединить людей. И по слову Евангелия, Господь быстро слышит такие молитвы и сам пребывает среди людей, которые обращаются к Нему едиными устами и единым сердцем. 8 октября в 7 часов утра состоится торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца в Ульяновске у поклонного креста на месте разрушенного кафедрального Троицкого собора. Мы пройдем со святыней крестным ходом от Соборной площади до Спасовознесенского кафедрального собора, где архиереями и духовенством Сибирской митрополии будут совершены божественная литургия и молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Святыня будет пребывать в Спасовознесенском кафедральном соборе до 9 октября. В 19 часов ковчег покинет Спасовознесенский кафедральный собор. Я призываю всех вас, дорогие братья и сестры, принять участие во встрече святыни и общей молитве. Пусть Господь небесным предстательством великомученика Георгия Победоносца сохранит наше Отечество и русское воинство, дарует мир людям своим, исцелит болезни и душевные раны пострадавших. Пусть Господь небесным предстательством великомученику Георгию Победоносца сохранит наше Отечество и русское воинство, дарует мир людям своим, исцелит болезни и душевные раны пострадавших. Пусть Господь небесным предстательством великомученику Георгию Победоносца Тема «Научные труды и духовная жизнь ученых-священнослужителей» открывает широкий простор для дискуссий и обсуждений. Современным студентам, как правило, об этом известно немного, и доклады гостей, прибывших из Московского государственного университета и Московской духовной академии, вызвали большой интерес. Развитие церковной и светской науки в России, как и в других странах, было тесно взаимосвязано, и ученые-священники, и монашествующие внесли огромный вклад в развитие многих гуманитарных и естественных наук. Обо всем этом говорилось на пленарном заседании Всероссийской научной конференции, организованной Ульяновским государственным педагогическим университетом Симбирской епархией и региональным отделением Международной общественной организации Всемирный русский народный собор. О том, почему эта тема актуальна сегодня, рассказал митрополит Симбирский и Новоспадский Лонгин. Более 30 лет прошло с того времени, как наша страна отказалась от тоталитарной атеистической идеологии советского времени. Но по-прежнему с удивлением и недоумением приходится говорить о том, что в сознании многих людей живы стереотипы того времени. И один из этих стереотипов, оказавшийся чрезвычайно живучим, о принципиальном противоречии несовместимости веры и научного знания, даже об их враждебности друг к другу. Подобные роды стереотипы ведут не только к неоправданным ограничениям и искажениям в сферах образования и науки, но и оказывают негативное воздействие на общественное сознание и ведут к разделениям в нашем обществе. Вот почему нам надо вместе работать над тем, чтобы эти стереотипы были преодолены и чтобы они ушли из нашей жизни. Участниками конференции стали священнослужители, студенты Ульяновского государственного педагогического университета и учащиеся епархиального центра подготовки церковных специалистов. Необходимо преодолеть это искусственное средостение, которое возникло в многом советскую эпоху, о том, что якобы религия, наука, церковь и искусство, они никак друг к другу не соотносятся и противоречат, и находятся в каком-то конфликте внутри. Но это, конечно, совершенно не так. И нынешняя первая всероссийская конференция как раз посвящена примерам конкретным совершенно священникам, которые были при этом учеными, великими учеными, писателями, которые внесли свой вклад в науку, в культурную историю Руси и всего человечества. Конференция посвящена ученым-священникам, писателям-священникам. Это показывает, что человек вообще сложен, что его трудно свести к какой-то одной социальной роли. Оказывается, что священники бывают замечательными писателями, учеными, философами. То есть показать будущим педагогам, что человек – это существо сложное и в то же время цельное, что творческий дар, одаренность, она часто захватывает многие стороны личности и выражает себя в разных типах деятельности, что в основе творчества, в основе культуры лежит духовный мир человека. Это тоже очень важно. Представленные на пленарном заседании доклады были посвящены трудам священника Павла Флорянского и богослова Михаила Тареева, истории иконографического изображения поэта Александра Пушкина, появившегося после поэтического диалога со святителем Филаретом Дроздовым и писательскому служению священников нашего времени, а также книги протерея Леонида Цыпина «Вселенная, космос, жизнь, три дня творения». Показал на примере покойного протерея Леонида Цыпина, который был сам из Киева, потом был священником, служил в Германии. Сам он по образованию физик, физик-теоретик. И на его примере, примере его книги, примере его просветительской деятельности показал, как можно согласовывать данные науки с тем, как описано творение в первых двух книгах бытия. Обсуждение темы продолжилось на секциях, которые прошли в Епархиальном центре подготовки церковных специалистов в Ульяновском государственном педагогическом университете и Спасском женском монастыре. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Сегодня хотелось бы поговорить о заповедях блаженства. Правда ли, что это главный закон в жизни христиан? Я бы сказал, что это один из главных законов жизни христианина. Где перечислены эти заповеди? В Евангелии от Матфея и от Луки. И от Матфея это пятая, если не ошибаюсь, глава Нагорная проповедь и шестая глава Евангелия от Луки. Чем заповеди блаженства отличаются от заповедей, которые были даны Моисею? Так же, как и вообще Новый Завет отличается от Завета Ветхого. Ветхий Завет можно сравнить с такой очень жесткой, прочной оградой, которая не дает народу куда-то выйти за пределы, где он пропадет. Ну, условно говоря, в пропасть ринется. Поэтому, смотрите, заповеди Моисея – не убей, не укради, не пожелай, не сотва и так далее. То есть, вот нельзя, 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 нельзя. То есть, это заповеди такого оградительного, запретительного характера. А заповеди блаженства – это как раз, наоборот, такая развертывающаяся картина того, что есть собственная жизнь во Христе. Что это такое? Христиан скажет, что требует Бог от человека свободного, свободно требует. Не как маленького ребенка держать за руку. Знаете, как мама? Вот не лезть туда, не ходить туда, не пускай, он все кричит, вот в розетку ходит, что руку засунуть, еще куда-то. А мама его все держит, оттаскивает от этих вещей. А Евангелие – это заповеди Божии взрослому человечеству. Вот так же вот и в заповеди блаженства. Слово «блаженство» сегодня означает высшую степень наслаждения, а вот в заповедях что означает это слово? На самом деле, греческое слово «макария», которое у нас переведено как «блаженное», оно еще переводится как «счастье». Вот если мы переведем заповеди блаженства как заповеди счастья, то сразу будет очень многое понятно, да? Потому что счастье – это то, к чему стремится осознанно или не очень осознанно каждый человек. И каждый человек все время жалуется на то, что он несчастен. И вот в Евангелии есть некая такая инструкция по достижению счастья. Вот эта инструкция есть в заповеди блаженства. Вот поступай так, как там написано, и будешь счастлив. Ну, конечно, я немножко утрирую, просто одним этим словом не передать. Вот блаженство – это все-таки некое такое высшее состояние радости в Боге в данном случае. Но в то же время можно сказать о том, что это заповеди, которые призывают человека к счастью. – Владыка, вытекает ли каждая последующая заповедь от предыдущей? И надо ли двигаться в их выполнении в этом же порядке? Или можно начинать с любой? – Вы знаете, и да, и нет. Но, скажем, первая заповедь блаженства – блажение нищей духом – она является таким вот основанием для любого внутреннего строительства человеком самого себя. Потому что духовная нищета – это осознание конечностей в своих пределах, в своих усилиях, в своих возможностях. Человек обычно очень высоко о себе думает, мнит. И вся жизнь человека – это постоянное такое разочарование в самом себе, потому что он открывает, что оказывается, я это не могу, оказывается, это от меня не зависит. Оказывается, вот это вот еще я понимаю, как надо, не могу, у меня не получается. Нищета духовная – это, если говорить словами одного преподобного, это осознание человеком своих грехов бесчисленных, как морской песок, так сказал преподобный Петр Дамаскин. И вот когда у человека вот эта нищета духовная как бы воспитается, ну или еще говорить, если таким совсем уж простым языком, трезвое понимание самого себя, своей меры и пределы своих возможностей. Вот если эта нищета духовная у человека есть, она воспитывается, и воспитывается достаточно непросто, тогда уже можно говорить о всех остальных заповедях. И там действительно, ну, знаете, каждый человек индивидуален. И, скажем, у одного человека милостивое сердце. И это, наверное, ему, если это милостивое сердце влияет на его жизнь и жизнь окружающих людей, то этого, наверное, более чем достаточно для его спасения. Другой человек, ну, необыкновенный любитель и искатель правды. Ну, имеется в виду, правда Божия, а не человеческая, да? Потому что иначе это будет просто обычный революционер. И если человек вот эту правду ищет, заскует и старается воплотить в своей собственной жизни, не других заставить ее воплощать, а в своей собственной жизни, это тоже, наверное, вот достаточное такое основание для его спасения. Ну, и, конечно же, надо стараться выполнять все заповеди, безусловно. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Продолжение разговора о заповедях блаженства смотрите в следующей передаче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин